МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финале районного отбора участниц конкурса Мисс Беларусь участвовало 7 девушек. Хореограф и режиссер Дворца молодежи Владислава Василевская танцует с 4 лет. Поэтому с дефиле проблемы девушки не возникло. А этого вида в конкурсной программе было заявлено аж 4. Девушки дефилировали в платьях, купальниках, костюмах с этническими акцентами и свадебных платьях. Продолжаем знакомство с девушками. Дарья Дурицкая в прошлом году стала победительницей районной шоу-программы «Прохожу на Случины». Девушка закончила слуцкую детскую школу искусств по классу цимбалы. И недавно увлеклась игрой на гитаре. Ну вот так вот сразу сходу. Что бы хотелось изменить? Ну, наверное, в первую очередь, чтобы не болели детки, не болел никто. Боли на здоровье, да. Здоровье самое главное. Экономист агрофирмы «Лучники» Алина Лапец с детства мечтает стать журналистом. Наш коллектив попытается помочь девушке с воплощением этого заветного желания. От Слуцкого государственного медицинского колледжа в конкурсе принимало участие четыре девушки. Первокурсница Анна Курьян планирует открыть приют для бездомных животных. Хорошо рисует и мечтает стать косметологом. Ну вот все-таки, какое самое лучшее качество в себе ты целишь? Самое лучшее, что в тебе? Как она. Ольга Вичканова учится по специальности «Лечебное дело». Увлекается рисованием и хочет открыть свой салон красоты. Наталья Мазак несколько лет серьезно занималась легкой атлетикой, но травмы не позволила продолжить спортивную карьеру. Теперь девушка хочет стать фармацевтом. Если у тебя любимая литературная героиня, на кого ты хотела бы быть похожа? Если честно, мне очень нравятся мужские персонажи. Я объясню почему. Например, мне нравится книга Джан Эйр. Мне очень нравится, как она ведет по отношению к своему нанимателю. Или даже когда у нее появились чувства, и она решила, что это неправильно, и сама ушла, и даже ночевала на камне, вблизи дороги. А также мне нравится маленький принц, потому что он, знаете, пытливый ум, он ходит по планету, узнает что-то новое, а в конце он делает свои выводы. В определенном отношении чувства, дружбы, профессии, то, что он хочет заниматься. Студентка третьего курса Слудского медколледжа, будущий фельдшер-акушер Ксения Шаталина, в прошлом году уже становилась победительницей районного этапа отбора, участниц конкурса красоты. И успешно прошла областной этап. Но из-за пандемии национальный конкурс «Мисс Беларусь» не состоялся. Говорят, дважды в одну реку не входит. А Ксюше удалось. Второй год подряд она становится победителем. У тебя есть возможность загадать три желания здесь, сейчас. Пожалуйста, три ярких желания. Наверное, в первую очередь это мир во всем мире, как вы сказали, чтобы не было войн. Наверное, чтобы не было пандемии, чтобы мы так болели. Это да, потереть как-то это слово. Наверное, чтобы у каждого была своя вторая половинка. Мы были любимы и сами любили. Вместе с Ксенией, победителем районного этапа отбора, участниц конкурса красоты «Мисс Беларусь», становится Владислава Василевская. Девушки представят Слуцкий район на областном этапе. Круто. Я рада. Неожиданно, наверное. Прям внутри все так. Круто. Кого больше всего болела? Мама. Больше всего мама болела. Всем привет. Мама, тебе особенный. Коллектив «Слуцк ТВ» продолжит подготовку девушек. В планах встречи с психологом, бьюти-мастер-класс, тренинг по работе с камерой и несколько фотосессий. И еще. Девочки первыми в стране получили новое приложение «Амига ТВ». 17 апреля в Беларуси прошел республиканский субботник, в котором приняло участие около 20 тысяч жителей Слуцка и района. Сажали, белили и обрезали деревья и кустарники. Приводили в порядок мемориальные комплексы, кладбище солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. 19 апреля в Слуцке на задомление в квартире по улице 8 марта выехало 5 единиц пожарной техники, скорая и газовая служба. Хозяин квартиры забыл выключить плиту и уехал из дома. Соседи, услышав запах дыма, вызвали пожарных. Спасателям удалось быстро локализовать задымление. Подробности в новом выпуске проекта ЧП «Слуцк». Природный газ несет в каждый дом тепло и уют. Однако он очень опасен, если с ним обращаться безответственно. Инспекторы Слуцкого межрайонного отделения ГОНО напоминают о том, что пришло время проведения этих обслуживаний вашего газового оборудования. Хочется напомнить, что согласно Кодексу административных правонарушениях статья 21.5 «Нарушение правил пользования газовым бытом» «Несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, технического обслуживания газопроводов вводов газоиспользующего оборудования внутренних газопроводов, либо отказ от их проведения, влекут наложение штрафа в размере до 10 базовых величин на физическое лицо». Необходимо помнить, что после проведения технического обслуживания необходимо еще и прочистить дымовые и вентиляционные каналы. Вне зависимости от материала, из которого изготовлен дымоход, при эксплуатации отопительного оборудования проверку надо проводить ежегодно. Если вы эксплуатируете водогрейные колонки, то в зависимости от материала, кирпичные дымоходы проверяются раз в квартал. Если дымоходы изготовлены из жаростойкого бетона, стали, либо асбестоцементных труб, проверка проходит, опять же, ежегодно. Просим вас в обязательном порядке в течение теплого периода времени позаботиться о газоиспользующем оборудовании, дабы оно вам служило верой и правдой. Ежегодно 17 апреля, в день чествования ветеранов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работники Слудского РЧС в непринужденной обстановке встречаются с заслуженными тушилами прошлых лет. Стариков накрывает ностальгия, а у молодых горячих парней горят глаза, слушая занимательные рассказы ветеранов. В этом году в гости к работникам Слудского РЧС пришли Иван Иванович Сороговец и Семен Семенович Люцко, которые более 20 лет занимались пожарным делом на Случине. В зале совещания Слудского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ветераны пообщались с личным составом отдела, рассказали о наиболее запомнившихся пожарах и интересных случаях из службы. Опасный радон в Слудске. Установлено, что в агрогородке Лучники есть интересная особенность – геологический разлом, через который природный газ радон может легко проникать в помещение и влиять на здоровье человека. О втором этапе наблюдений в нашем следующем сюжете. В феврале 2020 года в Слудске начался проект по исследованию газа радона в жилых домах. Ученые и медики выбрали наш город в качестве модельного. В результате первого этапа было выявлено, что в Лучниках концентрация радона выше, чем в районе. Для уточнения данных в феврале 2021 года прошел второй этап исследований. Проходит второй этап исследований по изучению радоновой нагрузки на территории Слудска и Слудского района. Второй этап прошел. Мы уже собрали дозиметры с жителей района и города и отправили их в институт сосны для исследований. Теперь эти дозиметры будут обрабатываться, и мы будем ждать результаты исследований. Исследования проводятся зимой, так как в эту пору года частота и качество проветривания помещений меньше, что повышает уровни радона. Все жители частного сектора и первых этажей многоэтажек, принявшие участие во втором этапе исследований, уже к октябрю получат данные о том, чем они дышат. Хочу поблагодарить всех жителей, которые принимали участие в данных исследованиях. И хочу сказать о том, чтобы они не переживали. Все результаты мы обязательно, когда к нам придут результаты, мы обязательно поставим в известность, сообщим о данных исследований. Если хочешь быть здоровым, знай, чем ты дышишь. Слудская центральная районная больница проводит вакцинацию против коронавирусной инфекции. Всем желающим старше 18 лет за счет средств бюджета, то есть бесплатно. Вы можете записаться на вакцинацию, заполнив анкету на сайте Слудской центральной районной больницы. Справки и запись по телефону 717-44. Есть вопрос? Звоните. Известен график проведения прямых телефонных линий. Так, 22 апреля с 11 до 12 по телефону 681-19 прямую линию по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг проведет заместитель директора Куб Слудской ЖКХ по экономике Наталья Викторовна Лях. Уважаемые слудчане, в соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о вашем месте жительства, работы и учебы. Анонимные обращения не рассматриваются. Слудский государственный колледж известен не только отличным качеством подготовки кадров для перерабатывающей промышленности. Помимо профессиональной подготовки, учащиеся активничают и в сфере инноваций, что изобрели и над чем работают слудские Илоны Маски, смотрите в нашем сюжете. Обучаясь в Слудском государственном колледже, ребята открывают в себе новые способности и таланты. С 2014 года здесь действует научное общество учащихся инновационный формат. Преуспели, например, в техническом направлении. Под руководством Сергея Игоревича Панасенко юные изобретатели достигают хороших результатов. За время существования нашего научного общества были талантливые ребята, которые были отмечены различными дипломами на республиканских и международных уровнях. В данном случае я хочу представить учащегося Бурлакова Алексея, который в этом году принял участие в таких конкурсах, как конференция по информатике БГУ. Республиканский уровень отмечен на дипломах первой степени его работы. Следующий конкурс, который проходил, это в БНТУ «Техноинтеллект» номинация «Робототехника». Там его работа тоже отмечена дипломом первой степени. Ну и хочется сказать, что Алексей у нас учащийся второго курса. За первый год обучения довольно сложно, не получалось у него добиться высоких результатов. Но вот в процессе нашей работы, деятельности, у Алексея открылся вот такой талант к информатике, робототехнике. И он проявляет свои знания. Вот данная область довольно успешна. Одна из последних наград второкурсника Алексея Бурлакова – диплом первой степени 30-й открытой Московской инженерной конференции школьников «Потенциал». Я представлял проект МРС. Получается, он основан на инфракрасной камере, которая будет считывать изображение с руки, преобразовать его и отправлять данные на роботизированную руку. Применение может найти как в медицине, так и в МЧС. Сейчас в странах плохая эпидемиологическая обстановка. Данная разработка может быть полезна для взятия всяких тестов на COVID. Ну и так далее. То есть персонал будет меньше подвержен риску заражения. Так, я правильно понимаю, это роботизированная рука, которой можно управлять на расстоянии, без каких-то там особых подключений проводов. Да. То есть на руку ничего не цепляется, никаких датчиков. Демонстрирую, как это работает. Сейчас, секунду. Над этим проектом мы работали с сентября. Сначала у нас была идея сделать экзоскелет для человека. Но мне сразу как-то эта идея не очень понравилась. Ну и все дошло до того, что мы собрали руку. Для данного проекта была написана программа, так как ничего схожего в интернете я не нашел на открытых ресурсах. Ну и решил написать программу. То есть изначально у нас была только инфракрасная камера. Ну и, грубо говоря, рука. То есть большую часть времени заняла программа. Эта рука – уникальная разработка Алексея, подчеркивает руководитель Сергей Игоревич Панасенко. Роль учителя – направлять и помогать. Моя программа зарегистрирована в Национальном центре интеллектуальной собственности. Простым языком получила патент. В планах, конечно, создать робота целиком, который будет полностью все движения повторять. Ну и в роботах, как обычно, самое сложное – это руки, потому что тут наибольшее количество движущихся частей. Алексей продумывал каждую деталь. Работал над проектом даже в новогоднюю ночь. Я это все привез перед Новым годом и отдал. Ну и вот он на эмоциях сезонных сакадней. Где-то января, 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 да? Ну, первого я позвонил и сказал, что почти все готово. Первого уже января у него все было готово. Ну вот, кстати, тоже такой же учащийся, вот, который Леонидский, он мне написал сообщение в 00.15, первого января, а я ему ответил в 00.18, что там все хорошо и о чем мы там дальше работаем. Поэтому Новый год у ребят, ну вот, вроде чудеса, запомнил на всю жизнь, как он выдался над творческим проектом. Во время конкурсов случаются неожиданности, но все преодолевается сообща. Приезжая на техноинтеллект, мои ребята выступают, вот, захожу, тут дым идет с руки, как бы ничего не работает, и пошли мы паяльник искать, ардуино у нас подгорело, вот, ничего не работает, ну вот, запаялись, сделали. Просили у одного человека паяльник, во второго попросили, что там еще, мультиметр мы попросили. Вот, с тех пор мы решили брать, создать такую, как я сейчас назвал аптечку, в которую мы решили включить и паяльник, и полностью все необходимое, там, и припой, и микросхемы дополнительные, если бы приводы на борт, там, отверток, надфили, вот, как бы, все приходится к этому. Увлеченных ребят в колледже поддерживают, помогают развивать инновационные идеи. Пытливые первокурсники Влас Федорович и Леонид Неронский разрабатывают свой первый проект – аэродинамическая зарядка электромобиля во время движения. Установка предназначена для того, чтобы время движения машина ехала и заряжалась. Мы недавно выступали на конкурсе «Московском призма», и нам один профессор сказал, что вы пытаетесь запрести вечный двигатель. Вечным двигателем это, наверное, неправильно назвать, потому что он вырабатывает энергию, энергия попадает на контроллер, а контроллер уже заряжает аккумулятор. В принципе, это можно использовать не только на электромобилях, а также так, в принципе, и тормозить самолет можно, если когда-нибудь он станет электрическим. Также на фурах, на фурах очень, кстати, энергоэффективно это использовать, так как стоят морозильные установки на прицепах, и ты как раз едешь, как бы, у фуры и так, аэродинамика очень слабенькая, и очень выгодно использовать именно энергию ветрового потока. Конечно, можно сказать, что это не энергоэффективно, потому что КПД низкий, но у нас тоже была идея, мы ее потихоньку воплощаем, пока ее не можем представить. Спереди будут стоять шторки, которые будут управляться сервоприводом, и считывать поток воздуха и скорость, с которой вы движетесь. Это все анализировать и управлять потоком, чтобы не создавать на высокой скорости большое сопротивление. То есть для электромобиля это очень важно. Мы изучили большинство патентов, и наша разработка отличается тем, что в воздуховоде размещается три ветра генератора, и тем самым большая эффективность. Этот проект дорабатывается, а у ребят есть еще множество идей, планов, громадье. Гласса, например, вдохновляет Керхер. Этой техникой он увлечен. Я придумал сам лично технологию One Minute Change, что означает быстрая смена какой-то модификации, какого-то комплектующего на любом грузовом транспорте. Для уборки, то есть вы можете поставить быстро снеготвал, подъехать и быстро его сменить без участия человека на какой-нибудь другой аксессуар, например, на снегоуборщик. Также разрабатываю технологию снегоуборщика с плавильной станции, встроенной уже в грузовик. То есть она во время хода будет расплавлять снег, и вы можете сливать хоть в реку, хоть в канализацию, так как она будет еще и фильтровать воду. В следующем году собираюсь собрать плазменный генератор, который можно будет использовать для питания различных электроприборов. Чтобы его запустить, понадобится аккумулятор, но дальше он будет полностью автономный. Пожелаем успехов нашим изобретателям! 14 апреля команда Слудского государственного медицинского колледжа приняла участие в четвертом областном конкурсе среди учащейся молодежи по основам безопасности жизнедеятельности «Студенты безопасность. Будущее», который проходил на базе филиала Институт переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС Беларуси в Борисовском районе. Учащиеся из пяти учебных заведений Минской области соревновались в следующих конкурсах. Челлендж безопасности, визитная карточка, знатоки ОБЖ, преодоление полосы препятствий, оказание первой помощи. По итогам конкурсного дня команда колледжа заняла второе место. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через тернии к звездам в Тольяттинском медицинском колледже прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства. В дистанционном конкурсе приняли участие 35 учащихся из России, Белоруссии и Казахстана. Слудский государственный медицинский колледж представляла учащиеся второго курса Мария Адериха. Продемонстрировав не только практические навыки, но и умение вести диалог на английском языке на профессиональные темы, Мария была награждена дипломом третьей степени. Все вы слышали новость о том, как 80-летней пенсионерке из Дзержинского района Леонид Якубович лично подарил машину дров и новый телевизор. Все абоненты компании Амиго могут не ждать ведущего поля чудес в гости, а сами могут выиграть большой 55-дюймовый телевизор со смарт-ТВ, 4К и интерактивным телевидением Амиго. Уже 1 мая подведем итоги и узнаем имя победителя. Амиго дарит большой телевизор. Участвуйте в конкурсе от Амиго в социальной сети ВКонтакте и получите в подарок телевизор с диагональю 55-дюймов. В розыгрыше могут принимать участие все абоненты интернет-провайдера Амиго. Вы все еще думаете подключаться или нет? Спешите, ведь уже 2 мая победитель будет смотреть свои любимые фильмы на новом телевизоре. Рост цен – тема, которая сегодня обсуждается особенно горячо. Главный виновник последних тенденций на рынке торговли – пандемия коронавируса, которая замораживает экономику многих стран. Но пример Белоруссии показывает, идти на поводу этих трендов вовсе не обязательно. Известный онлайн-гипермаркет снизил цены на весь ассортимент. В розничной торговле законы конкуренции особенно заметны. И крупные торговые сети, безусловно, выигрывают у мелких частников. Предлагая товары по более низким ценам. Но в разных сетях один и тот же товар тоже может существенно отличаться в цене. Так что покупатель имеет реальную возможность значительно экономить, сравнивая предложения. Например, онлайн-гипермаркет Едоставка, где покупателям доступны более 120 тысяч наименований различных товаров – от продуктов до бытовой техники и электроники. Сегодня стоимость товаров Едоставки в среднем на четверть ниже, чем в других крупных сетевых магазинах. По данным сервиса сравнения цен – infoprice.buy. Особенно ощутимо подешевели кофе, чай, шоколад, а также макароны, крупы, растительные масла, мука, подгузники для детей и корма для животных. Значительно снизились цены на фрукты и овощи, молочную продукцию, мясные изделия, рыбу и морепродукты. Например, по данным сайта infoprice.buy, покупая макаронные изделия в других магазинах, можно переплатить от 12 до 45% по сравнению с Едоставкой. А разница в цене на подгузники составляет от 16 до 64%. Получается, наполовину дешевле. Новые цены Едоставки оценили те, для кого вопрос финансов и времени на первом месте. Заказываю все – от продуктов до бытовой химии. В последнее время появилась «Шеф онлайн», очень часто для завтрака всякие сырники и так далее. Во многих других магазинах ценник выше. Я довольна продукцией, качеством товаров. Приятно впечатляют ценники на бытовую технику и электронику. Холодильники, телевизоры, стиральные машины, а также ноутбуки, смартфоны и многое другое. Кстати, купить товары можно не только за собственные деньги, но и в онлайн-кредит без правок и поручителей, который оформляется прямо на сайте Едоставка.бай. Кроме того, приобретая любой товар стоимостью 200 рублей и выше, покупатель получает обратно от 5 до 15% его цены в виде промокода на следующую покупку. Мама в декрете Анна Крюченок из-за страшицкого городка уже успела оценить преимущества покупки бытовой техники с доставкой на дом. Ну, чаще всего мы заказываем продукты питания, так как маленький ребенок памперсы, чтобы не ходить по магазинам. Обратила внимание, что есть приложение, можно заказать технику. Ну и решила заказать вот себе стиральную машину. Мне понравилось. Курьеры очень хорошие, приветливые. Принесли, занесли домой. У меня еще в планах шкаф, комод детям. Удобно привезут и доставят. Неудивительно, что среди постоянных покупателей онлайн-гипермаркета те, кому уровень цен важен принципиально. Это молодые семьи, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Для Ирины Ковали и ее односельчан ей доставка стала настоящей помощницей. Очень нравится, когда заходишь на сайт, начинаешь выбирать, и все видно. Цены, акции. Цены в последнее время я заметила, что все подешевело. Особенно вот эти вот порошки я заметила, как хозяйка дома. У меня немножко по состоянию здоровья не разрешено тяжести тащить. Ну и у меня, соответственно, круг общения моего возраста. Поэтому здесь очень многие, очень многие пользуются е-доставкой. Я несколько соседей точно знаю. Онлайн-гипермаркет е-доставка работает по всей Беларуси, а значит, его ассортименты цены доступны жителям даже самых отдаленных городов и деревень. Причем все покупки, не только продукты питания, но даже холодильник или стиральную машину при сумме заказа от 60 рублей привезут с бесплатной доставкой прямо к вам домой или на дачу. В интернете покупать выгоднее. И онлайн-гипермаркет е-доставка, в котором можно приобрести все и по действительно доступным ценам, это пример того, как современные сервисы работают на пользу покупателей. Вечные чемпионы в своей категории. Случане стали победителями 29-го чемпионата Республики Беларусь среди тяжелоатлетов старших возрастных групп. Чемпионат проходил с 16 по 18 апреля в Пинске. Мастера спорта Василий Шуманский, Владимир Картель, Виталий Бойко вошли в состав команды Минской области, которая стала третьей в командном зачете. И все трое случайан стали чемпионами в своих весовых категориях. В пятом туре чемпионата Беларуси по футболу Слуцк от проигрыша спас своеобразный танец бразильца. Наш клуб добавил один балл в копилку и сейчас на 11-м месте в турнирной таблице. Как сыграли основной и дублирующий составы Слуцка с северным соперником футбольным клубом Витебск? Смотрите в нашем сюжете. 15 апреля дублирующий состав Слуцка крупно проиграл резервистам Витебска. Счет открыли наши ребята уже на второй минуте. Точен был Михаил Сачковский, но ближе к завершению первого тайма соперник реализовал пенальти, затем тут же последовал еще один гол. За пять минут второго тайма Слуцк пропустил еще дважды. И пятый на 74-й минуте. 15-е место после пяти туров. 15 пропущенных мячей. Одну очко. Основные составы Слуцка и Витебска 16 апреля голов не забили. Уже на шестой минуте Диего мог открыть счет, выйдя один на один с нашим вратарем Дмитрием Харитоновым. К счастью, и Алексей Бутыревич оказался вовремя рядом. Вообще в матче было много борьбы. Слуцк преуспел в фоллах. По ударам статистика практически одинаковая. Хорошо простреливал на Дмитрия Асасина у ворот соперника Андрей Потапенко, но не дотянулся Ховбек до мяча. Пробил еще раз и неудачно. Роман Салимов и Стефан Альфред пытались пробить Гущенко. Увы, безуспешно. Витебские игроки ближе к завершению игры дважды испытали наш последний рубеж на прочность, но удары получились не сильными. А вот на 87-й минуте в наши ворота назначили пенальти. Жулио Сезар, вышедший на рандеву с Харитоновым, в итоге собрал кучу нелестных комментариев от болельщиков Витебска за упущенную победу. Протанцевав несколько шагов до мяча, ударил левой и, к нашему удовольствию, мимо. 0-0 результат матча. И этим наш главный тренер в принципе доволен. Готовились к непростому полю, к непростому сопернику, поэтому я благодарен за то, что сыграли на ноль второй матч подряд. Это очень важно. Выездная ничья для нас – это всегда положительный результат. Практически всегда. Поэтому едем домой. Следующую игру Слузг проведет снова на выезде. Команда отправится в Мозырь 23 апреля. Матч со Славией начнется в 20.00. Кстати, с командой в этот раз не поедет полузащитник Владислав Сычев. Случанин перешел в футбольный клуб «Локомотив» Гомель на правах аренды. Удачи! Ну а мы поддерживаем команду родного города и верим в победу. А сейчас традиционно о погоде. Синоптики прогнозируют похолодание. Так, 22 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части, кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4,9 м в секунду. Днем порывы до 14 м в секунду. При грозах порывы до 15-18 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Максимальное днем плюс 11, плюс 16. 23 апреля похолодает. На большей части кратковременные осадки, дождь, мокрый снег. Ветер западной четверти 4,9 м в секунду. Местами порывы до 15-18 м в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 5, днем плюс 5, плюс 10. В Слудске 27 апреля состоится открытая площадка тренинг «Современное медиапространство и безопасность в сети». Приглашаем активных и креативных молодых людей. У вас есть уникальная возможность узнать экспертное мнение специалистов по вопросам информационной безопасности, а также узнать у блогеров, как снимать креативные сторис и делать годный контент. Также в рамках интерактива состоится презентация приложения Amiga TV. На этом наш информационный проект «Время новостей» завершен. Будьте активными в наших социальных сетях YouTube, Одноклассники, ВКонтакте и Instagram. Если у вас есть интересная и полезная информация для нас, обязательно присылайте ее нам во все наши социальные сети. Давайте сделаем телевидение нашего города лучше вместе. Продолжение следует...